очень конечно плотно все люди размещаются потому что отель очень заполнен очень заполнен и это все чувствуется особенно в главном ресторане завтрак обед и ужин мы снимаем очень подробно 9.30 отлично людей немного смотрим меню первый минус маленький пляж разрывали комары один из самых таких отелях просто нереально было комаров наташу покусали меня покусали вместо расположения у отеля конечно классно загреваемый бассейн здесь большой это плюс конечно же пусть разбирает все не спешат докладывать приехал бы еще раз вот этот отель друзья кому интересные экскурсии шарм-альшейха обращайтесь номер телефона вы сейчас видите у себя на экране пишите андрею вайбер на все вопросы ответим утром в период прилива здесь вода но сейчас морожка отошло противоположной стороне у нас конкорд пляжи прям граничат очень плотно друг с другом такое ощущение что одни отдыхающие переплетаются с другими да кстати душ также есть в этой зоне когда вы уходите с моря сразу можно смыть соль и уже подниматься на верхний ярус где вы расположились много людей на понтоне уже скопило дополнительно каких-то стульев на понтоне нет чтобы оставить там свои вещи поэтому имейте ввиду оставляйте все на шезлонгах очень конечно плотно все люди размещаются на этой первой береговой линии прям таки раздражающе плотно для меня я не люблю такое соседство когда не чувствуешь уединения подбираемся уже поближе к воду в морское царство да Андрей уже видимость вообще классная видимость отличная просто сегодня кстати хочу также отметить что погода замечательная сегодня 15 января и очень тепло вот начались теплые дни да как летом но и нет этой знойной жары мы здесь 19 и 18 даже декабря и начались вот именно самые теплые дни почему-то в январе да поэтому погода непредсказуемая меняется изо дня в день застали три дня холодных когда я днем снимала обзоры вообще в куртке джинсовой поэтому вот те кто приехал только что я думаю будут рады погодке короткий беспоручий да все отлично все комфортно несколько железных лестниц ведут на глубину сейчас сделаем замер с водички там написано было что 22 градуса вода 23 до 23 вода 27 бассейн и 22 воздух а ну вот посмотрим в бассейне водичка смотрю на теплые дни то что это было или нет передам уже висит с прошлого года но 26 ваше равно 25 ну вот так вот нормально абсолютно нормально там он песчаный прикольный заходит типа до вылечками кстати отгорожена та зона где разрешается вам плавать также вдалеке видно в ее очки и поэтому будут ограничивать спасатель также находится на пирсе поэтому можно быть спокойными понравилось мне что спасатель может сделать или с ней сядь или свистит или бросится я думаю не бросится максимум свистит нравится что в этой лагуне которая отгорожена буйками есть как несколько кругов вы можете за них зацепиться отдыхается и спокойно рассматривать королевый риф а и а и 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 сейчас поднялась в бар хочу также показать где ноги можно смыть вот тут рядышком находится за отдельную плату вы можете заказать для себя королевские креветки также есть крабы рыба и кальмар цены сейчас вижу себя на экране также лобстеры есть посмотрите королевские кредки очень вкусные вам все здесь взвесят и выбрать все расплачиваетесь также все приготовить в баре также можете для себя напитки взять и возле бара останавливается автобус который ходит по территории если дальние корпуса могут вас подвести здесь могут порадовать большим хорошим бассейном с подогревом и это очень важно потому что в зимний период когда дует ветра хочется окунуться в теплую водичку и этот отель может вам предоставить такой комфорт вода действительно очень теплая градусникам Андрей замерил 29 градусов вода сегодня в бассейне мне очень нравится что по площади он не маленький посмотрите пожалуйста начинается в этой части и будет полностью заворот который идет до бара это все подогреваемый бассейн очень удобно хочу отметить также что рядом находится отличная налаженная инфраструктура полотенца для себя можете взять возле бассейна также шезлонги зонтики и конечно вот такие удобные топчаны которые расположены немножечко в стороне где можно расположиться семьями отдыхать и наслаждаться хорошим теплым денечком а сегодня кстати день действительно теплый сегодня у нас 16 января и день удался для меня по крайней мере тем что погода замечательная очень тепло комфортно ветер отсутствует январь честно говоря нас очень радует было три прохладных денька но в остальном погода просто супер напомню кто еще первый раз попал на наш канал мы здесь 18 декабря мониторим все отели популярные отели поэтому подписывайтесь колокольчиком точно подписан у нас очень много выпусков каждый отель мы мониторим очень подробно итак бассейн достаточно глубокий метр пятьдесят в этой части где расположена волейбольная площадка будем так говорить да в воде он не такой глубокий чтобы всем было комфортно конечно же играть давайте обойдем бассейн еще с другой стороны покажу детскую зону которая здесь также расположена и что хочется добавить также здесь можно поиграть в водный футбол шезлонгов здесь не так много возле этого бассейна но людей приходит достаточно потому что отель очень заполнен очень заполнен и это все чувствуется особенно в главном ресторане но вы это все сами увидите завтрак обед и ужин мы снимаем очень подробно поэтому информацию смотрите выпуском у нас несколько об этом отеле итак я уже подошла к детскому бассейну 55 сантиметров глубина его под навесом находится это очень правильно и также очень удобно относительно номеров хочу отметить следующее очень удачные виды этих номеров которые расположены в этом корпусе мы также размещены в этом корпусе но из минусов номер не сильно большой и балконы угловые но на самом деле это такие мелочи на фоне того что номер обновлен номер реновирован и все очень комфортно и удобно а также возле этих бассейнов есть туалет давайте покажу расположен в этой части за колонками возле этого бассейна очень активно проходит анимация каждый день вас будут развлекать веселить и делать так чтобы ваш отдых стал незабываемым шезлонги обратите пожалуйста внимание расположены по кругу сейчас у нас 9 утра и люди уже начинают приходить бассейн кстати завтрак в этом отеле немножечко продлились сейчас расскажу про концепцию завтрак обеда и ужина пока пойдемте посмотрим на бар который расположен возле этого бассейна кстати что я очень люблю бар с плавучими стульями вы можете не выходя из бассейна подойти и заказать себе вкусный напиток кстати в этом отеле 5 баров режим работы разный с 9 до 18 и также есть бар который работает вечером с 8 и до 12 ночи направляемся уже на завтрак завтрак в этом отеле начинается с 6 30 до 10 30 обратите внимание очень продолжительное время вы можете выспаться это также очень удобно обед с 13 до 15 и ужин с 18 30 до 21 30 идем на завтрак покажу подробно очень чем нас будут угощать в этом отеле расположена зона где вы можете насладиться спортивными мероприятиями есть бильярдный стол также есть теннисный стол что не нравится это все расположено в тени под навесом да грубо говоря в помещении таким образом даже в жаркий летний день можно здесь отдыхать и наслаждаться спортивными играми есть также магазины можете сувениры для себя приобрести украшения аксессуары разнообразные ласты маски магниты есть здесь все также матрасы поэтому если вдруг что-то забыли приходите на территории отеля все есть в отеле также могут предложить вам экскурсии но если вы хотите купить для себя дешевле обращайтесь номер телефона вы сейчас видите себя на экране главное не дешевле еще качественнее потому как можно купить на доллар дешевле а потом будете жалеть а у нас все по качественному пойдем а жалеть то в чем едете на яхты с морепродуктами отдает суток с одной кличной краба где морепродукты нет морепродуктов то же самое остановки да вот не все будет соблюдать маршрут добро пожаловать главный ресторан на завтрак здесь проходит завтрак обед и ужин 930 отлично людей немного смотрим меню ухода вас встречает красиво украшенная стойка с хлебом с булочками овсяная каша овсяная каша с молоком белая фасоль в томате кускус блинчики блинчики вы можете заправить шоколадом горячим который подогревается и также медом если белые шоколадные и рядом молоко три вида твердого сыра сейчас его немного разобрали также фета была подойдут позже покажу если положить два вида колбасы и также копченая рыба большое разнообразие слоев есть шоколадом есть сахарной пудрой есть с фруктами слойки выглядят очень аппетитно и свежо также есть круассаны а йогурты есть порционные есть уже приготовленные с овсянкой также с яблоками клубничные и белый без заправок из фруктов сегодня курага апельсин яблоки дыня также есть арбуз и финики салаты можете заправить соусом также сметана с зеленью есть еще фета со специями и микс овощей вот это блюдо осталось вчерашнего ужина соки для все можете взять апельсиновый и также ананас большое разнообразие джемов также здесь представлены мед белый и темный а еще один стол где представленные сыры здесь ассортимент практически весь остался и молотые бобы фалафель куриные сосиски картофель пюре здесь вы можете заказать для себя омлет говяжьи и сосиски так и не подложили помидор запеченный сыром мы уже позавтракали хочу показать бассейн который расположен возле основного ресторана этот бассейн имеет также детскую зону глубина 55 сантиметров в этой части пологий вход с той стороны с шершавым полом люблю такие входы да не железная лестница удобный полноценный заход с плавным понижением и также лестница с глубиной метр десять тихо компактно уютно номера также которые выходят на этот бассейн относительно не шумные то что анимация проходит возле бассейна который с подогревом я показывала ранее сейчас выходим с территории первой линии идем на территорию второй линии чтобы показать какая будет у вас продолжительность пути если вас поселят в дальний корпус вас могут поселить в дальний корпус если вы приобретаете самый простой номер да вот так вот рядышком через дорогу на самом деле автобусики ходят поэтому не проблема на пляж будет также можете подъехать к ресепшен ресторану очень близко дорога не сильно оживленная поэтому я считаю что это не настолько положительный путь давайте еще разочек покажу вот так же здание на нем написано хилтон все как полагается вот наша машинка стоит смотрите какая волга сейчас поедем на экскурсию кстати рядышком сухо можете прогуляться все очень близко то есть реально развлечение здесь место расположения в отеле конечно классно и относительно что мне нравится на фоне близкого расположения возле площади сухо здесь не шумно вот действительно спокойный тихий отель если не считать что очень переполнен и на пляже всегда тесно проходим сейчас два теннисных корта освещение оплачивается отдельно оборудование оплачивается отдельно теннисным кортом можете воспользоваться бесплатно если приезжаете со своими ракетками буквально одна минута и мы находимся уже возле главного здания возле входа хилтон на второй линии что радует здесь уже есть вот такие классные апельсиновые деревья кто не наелся на завтрак на обед и на ужин все сюда на вторую линию зашли в основное здание возле ресепшена находится бар посмотрите какой красивый атмосферный помпезный здорово здесь вы можете для себя взять любые напитки алкогольные и безалкогольные по системе все включено для вас будет бесплатно также чай кофе можно отдохнуть расслабиться что мне очень нравится в этой зоне возле бара расположен бильярдный стол посмотрите как все прям так помпезно оформлено даже не ожидала что вторая линия будет намного поинтереснее но не зря потому что она была построена чуть позже поэтому выглядит немножечко может быть эффектнее а выходим на улицу и на улице вы можете расположиться покурить кальян такие ароматы стоят вроде бы все как бы закрыто сейчас до расположиться вы можете вот так надо община сесть прилечь что угодно на ваше усмотрение и конечно же вот такая вот изюминка которые я просто обожаю посмотрите какой красивый шикарный вид на бассейн и не только на бассейн а еще и на горы друзья просто посмотрите не хочется отворачиваться в другую сторону от камеры но хочется смотреть на красоту очень классно конечно же еще раз повторюсь сегодня просто обалденная погода 16 января и очень очень тепло поэтому приезжайте шармальшей в зимний период наслаждайтесь летом купайтесь отдыхайте и радуйтесь ну на фоне всего хорошего что есть в этом отеле помимо того что это четверка достойного уровня с хорошей ценой да напомню цену которую мы оговаривали но с хорошей цены вопрос этого 800 долларов но может быть и да смотрите какие есть минусы и мы заметили минусы в отеле шаркс бей хилтон что первое что вторая линия неважно первое это очень маленький пляж то есть два отеля достаточно вот и такой маленький пляж он конечно вызывает дискомфорт люди друг на друге лежат на этом пляже вот песчаного захода нет то есть с берегом тоже проблема риф средний я бы сказал хотя думал что именно в этом отеле будет он получше вот эти вот минусы это в первую очередь второй минус это комары комары реально очень много комаров у нас в номере мы просто не могли спать то есть я не знаю тут и проводят дезинфекцию да или в любом случае может быть так получается что нам номер напустил уборщик комаров по территории как бы вечером мы когда ходили не сильно было много да по территории не сильно но на ресепшен просто разрывали на ресепшен очень просто буйство как будто там одни комары мы жили в основном корпусе но комаров очень много мы ночью просто ну я не знаю наташу покусали и мы уже все прятали под глазами то есть реально для меня когда комары это просто я не сплю а если я не сплю я не отдыхаю третий минус очень много людей реально людей ну очень много но отель популярный друзья хилтон хилтон хороший уровень имя да поэтому следствие того что много еще номеров да территория в общем то я мог я бы сказала компактная а номеров очень много просто корпуса налеплены номеров очень много да и по-моему вообще наверно весь забит то есть на ресепшен вот такой вот происходит автобус приезжает пол автобуса выгружает то есть реально очень популярный отель 4 звезды но опять же таки месторасположение очень классная соответственно как бы люди люди выбирают именно его по питанию по питанию ну я бы сказал бы 4 4 с минусом где-то так я бы сказал твердая четверка тоже сегодня после завтрака встретили нашу подписчицу большой привет вам передаю вот тоже спрашивала какие минусы для вас были в этом отеле вот первое что она сказала маленький пляж второе что сказала это питание тоже вот 4 сказала нет такого разнообразия как хотелось бы и конечно же толпы людей да вот в ресторане за завтрак хорошо было нормально абсолютно обед и ужин это конечно нужно понимать чтобы на завтрак и в конце если вы придете на завтрак на ужин на обед в начале это будет раньше нереальное скопление людей вы просто будете стоять в очереди второе то есть кажется все ходят 6 утра на завтрак ну не 6 7 утра да но я думаю что многие ходят и всем утра чтобы полежать на солнышке может какие-то экскурсии на 8 утра часто очень люди забирают поэтому в любом случае будет очередь я уверен просто в этом обед и ужин вообще не обговаривается по поводу номеров номер хороший попался то есть реновирована в главном корпусе вопроса вообще не по номеру все отлично я бы сказал даже дверь добротно первого речи то есть реновировали так реновировали я бы сказал витермалина бассейн подогреваемый бассейн здесь большой это плюс конечно же реально он очень большой для четверки это вообще супер также есть минус такой как бар на пляже находится не совсем на пляже нужно немножко подняться на простая шея яростная да и поднимаетесь на самый верхний ярост насто не проблема. Больше меня смотило то, что бар такой, знаете, с виду он симпатичный, а подходишь вовнутрь, да, и получается, что там, где бармен стоит, такое ощущение, как будто в тройке бар. Ну, в целом, это не смотило. Вай-фай удивил, работает на ресепшн, периодически, периодически бывает вообще супер работа, потом врубает и часто работает. Вообще не работает. А сейчас вот сидел, вообще было супер. Но только на ресепшн работает. А в номерах не берет, платного интернета нет. Ну, не знаю, почему. А в любом случае, эти номера, которые приближены к ресепшну, там немножечко Wi-Fi ловят. Поэтому, если хотите пользоваться Wi-Fi в номере, просите поближе к ресепшну. Да, также строечка рядом идет с левой стороны. Это временно. Временно, но в любом случае, если вы сейчас будете планировать свой отдых и вас заселят, скажем так, в корпус, который напротив, приближенных сроков, дискомфорт будет. Ночью вроде бы не стучали, но я думаю, что с 8 утра уже до 20.00 будет нормально. То есть, такие вот основные минусы также есть. Со второй линии идет автобус. Можете подъехать, пожалуйста, куда вам нужно на пляж, либо на ресепшн, в ресторан. То есть, с этим проблем нет. Приехал бы еще раз вот этот отель. Я бы вряд ли приехал бы, но туристы любят этот отель. Расположение нормально, в принципе, питание. В целом, рекомендовать можно. Если сравнивать с тем, что многие четверки находятся на второй линии, подальше от моря, и нужно частенько ехать на автобусе, то здесь автобус, в принципе, может не пригодиться вам. Но удачный все равно вариант, который можно рекомендовать, если вас не смущает тесно-то на пляже. Кстати, по питанию для деток, я обращу во внимание, что детки от самых маленьких сюда родители приезжают, с малышами совсем. И есть, что и кашки есть, и мне понравилось, что на обед и на ужин есть, мясные блюда есть, гарниры, которые не пересолены, не переперчены, не добавлены экзотические специи, которые очень любят многие повара. Но самый главный минус, я повторюсь, я уже говорил, когда в очередь в ресторане, очередь разбирает все, не спешат докладывать. Реально 10 минут никто вообще не выходит. Ни повара нет, никого. Стоят все, миски пустые, никого нет. Ну, честно сказать, это не очень такой приятный момент. Люди стоят, это не сервис, ребята. Нужно как-то все суетиться. Они мало того, что сократили обед с часа до 15.00, да, 2 часа всего. И плюс они сокращают еще вот эту подачу. И получается, что вроде бы все есть, но как бы ничего нет. Ну, в общем, как-то так. Если вам было интересно, можете со мной поспорить, пишите комментарии, я с вами тоже поспорю. Я люблю свои мнения высказывать. Давайте спустимся поближе, посмотрим, что такой бассейн, попробуем, подогревается ли он. И расскажем вам, нужно ли будет идти на первую линию в Хилтон, чтобы поплавать в теплом бассейне. Или же здесь тоже есть теплая гавань. Пойдемте. Для гостей, которые располагаются на второй линии, предусмотрим также свой ресторан, где вы можете завтракать себе татюжной, чтобы не идти на первую линию. Хочу сейчас обойти по кругу этот красивый большущий бассейн. Давайте начнем с того, что попробуем в нем воду. Ну, поскольку люди здесь не купаются, это очевидно, что вода холодная. Так это и есть. Зимой я бы здесь не купалась. А начиная с весны, я думаю, можно уже наслаждаться будет красивым бассейном с бирюзовой водой. Возле бассейна расположен бар, что очень удобно, также бар с плавучими стульями. Вы можете, не выходя из бассейна, подойти и насладиться любыми напитками, алкогольными и безалкогольными. В этой системе все впечатлено для вас, будет бесплатно. Рядом также вы можете взять для себя полотенце и отдыхать, насаждаться возле бассейна. Давайте покажу с этой стороны, какой открывается вид. Посмотрите, пожалуйста, горка, также есть небольшая, которая спускается в этот бассейн. В баре возле бассейна вы также можете расположиться. Есть столы, стулья, также открывают зонтики, если вы хотите расположиться в тени. Еще один бассейн, который расположен немного дальше, также располагает горкой. Небольшая, но очень приятно, что она есть. Я думаю, деткам будет очень комфортно и весело здесь отдыхать. Бассейн очень большой по площади. И в летний период, когда он будет равномерно прогреваться, также уже с весны, будет очень комфортно, приятно здесь отдыхать. Номера также, вернее, корпуса также двухэтажные идут. Первый этаж идет с выхода на собственную террасу. Вторые этажи оснащены балконом. Бассейн, вход пологий, равномерный. Булками огорожено там, где мелко. То есть в этой части могут детки ваши отдыхать. Булками уже немножечко идет глубже, можно смело плавать, активно разминаться и наслаждаться. Также, посмотрите, пожалуйста, волюбольная площадка здесь есть. На песке очень удобно, можно активно проводить свои дни. Шезлонги также расположены по периметру. Много зонтиков, много шезлонгов. Сейчас все свободно, поэтому отдыхать можно с самого утра, после завтрака. Получать удовольствие и наслаждаться замечательной погодой. Посмотрите, какая огромная протяженность этих бассейнов. Один, затем расположен второй. И также еще есть третий бассейн. Мне нравится, что много-много свободных мест, шезлонгов. Думаю, даже когда будет ажиотаж в летний период, и все захотят отдыхать возле бассейнов, место свободное вы для себя найдете всегда. Я уже подошла практически к самой крайней точке отеля, где корпуса уже потихонечку закругляются. И посмотрите, пожалуйста, бассейн самый-самый, наверное, тихий из всей территории. Здорово, мне эта зона очень понравилась. Все бассейны соединены между собой. То есть, это система одного большого бассейна. Мостики проходят через воду, можете переходить на другую сторону, если вам нужно. Все продумано, все хорошо. Единственное, что плитка, конечно, уже старого образца. И обращаю внимание, что в некоторых моментах есть сколы, трещины. Поэтому будьте аккуратны, когда будете ножками ходить, чтобы не порезать ноги. Такое часто практикуется, когда плитка в бассейне старого образца и со сколами. Поэтому имейте это в виду. Хорошо также, что возле каждого бассейна присутствует спасатель. Поэтому безопасность, как говорится, превыше всего. Здесь практически никто не отдыхает, очень тихо, спокойно. Глубина этого бассейна метр в этой части. И практически по всей протяженности идет идентичная глубина. Поэтому обратите внимание на такие таблички и не ныряйте. На самом деле, если вас поселяют на вторую линию в Хилтон, абсолютно не расстраивайтесь. Потому что все корпуса вот так расположены по кругу и имеют неплохой вид на бассейн. То есть многие номера, если вы поселяетесь на второй линии, у вас реально будет удачный вид. Вам будет тихо, спокойно и уютно. Поэтому не расстраивайтесь, если вам не дали первую линию. Давайте поднимемся на возвышенность. Покажу, как выглядят бассейны с высоты. Плавная такая спокойная горка. Тишина. Горку сделали в пятих скалах. Добавляет тоже атмосферности дизайну отеля. Вот так вот с этой стороны, посмотрите, очень хорошо видно все бассейны. Видно, что так прям масштабно размахнулись. Вся территория практически утопает в бассейне. Единственное, что как-то зелени мало для меня. Не хватает цветущих кустарников и чуть-чуть бы больше пальм. Было бы вообще очень хорошо. Ну а так в целом вторая линия мне понравилась даже больше по оформлению, чем первая. Вот так вот мои впечатления. Предлагаю посмотреть, что сегодня представлено на ужин. Мы пришли практически под завершение. Посмотрим, какие блюда еще остались. Фасоль в томате. Белый рис. Говядина в подливе с картофелем. Скумбрия со специями и крабовыми палочками. Паста в томатном соусе. Здесь порционно выдают курицу. Овощи на гриле. Фета. Также твердый сыр представлен. И лук на гриле в перемешку с капустой и перцем с помидорами. Из фруктов повторяется обеденный ассортимент. Хурма, апельсин и гранат. Из сладостей желе. Бисквиты. С этой стороны бисквиты также повторяются. Разнообразные салаты. Есть салаты, кстати, с макароном, с огурцом, помидором и зеленью. Есть с баклажанами. Есть цукини с помидором и луком. Также есть салаты с добавлением разнообразных трав. С морковью и огурцом. Белый рис. Диетические овощи. Грибы, цукини, морковь. Фасоль. Пюре. Салат, капуста, помидор, огурцы нарезанные. Паста в сливочном соусе. Цукини с сыром, помидорами и перцем. Курица, приготовленная в кляре. Капуста отварная. И еще раз белый рис. Говяжий бульон с луком.